Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу навеки! Слава! Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось. І цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світло і майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава! Ісусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Ісусу слава! Ісусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Люди України, піднімайте руки, прославляйте Сина! Він єдиний Бог! Він своєю кров'ю розірвав кайдани! Він достоїн слави! Ісус Христос! Ісусу слава! Ісусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Ісусу слава! Ісусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра! Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Ісусу слава! На віки! На віки! Ісусу слава! На віки! На віки! Слава Ісусу Христу! На віки слава! Богу Святому! Братья, сёстры! Всех приветствую! Благоставляю! Сегодня, в этот субботний вечер, у нас всё ночное! Сегодня мы готовимся к воскресному, завтрашнему уже богослужению литургии божественной! Завтра всех вас приглашаю! Киевлян, гостей столицы! Завтра мы молимся за страну! Знаете ли, молимся действительно о благе для Украины! И пусть здесь, на берегах Днепра и по всей Украине прославляется имя Господа Иисуса Христа! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сёстры! Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись! И завтра божественная литургия начнётся с 9 утра у нас, до 12 часов продолжится! По адресу здесь, в Киеве, станция метро Кловска, улица Леонида Первомайского, 6! Это предприятие УТОС, дом 6, 4 этаж, вход через проходную и лифтом поднимайтесь к нам в собрание! Ожидаю всех вас! Я лично буду проводить богослужение в это воскресенье, 4 февраля! А в следующее, через воскресенье получается, в 11 февраля, лютого 11, будет у нас особенное служение! Будет рукоположение одного из наших служителей, диакона Максима! Я буду рукополагать, и мы все будем вместе молиться, рукополагать в Иерее, в священника! Так что, даст Боже, 11 февраля новый священник, ещё один священник нашу епархию пополнит! Он несёт уже достаточно долгое время служение диаконское в нашей церкви! Человек ответственный, добросовестный, знаете ли, и хорошо себя зарекомендовавший в церкви, и не только в церкви! И это очень замечательно, что Бог сейчас пополняет ряды православных обновленцев, реформаторов! И я как епископ, как архиепископ, как старший пастор получается, я очень рад тому, что новое поколение священников сегодня поднимается в Украине, и не только в Украине, но и в других странах бывшего безбожного атеистического Советского Союза и других странах мира! Наша киевская архиепископия несёт служение сегодня в разных странах, но здесь, именно в Киеве, центр, и молимся сегодня о Киеве, молимся сегодня об Украине! Я, как епископ, буду проводить здесь и учитель занятия! Добро пожаловать в нашу семинарию, в возрождённую такую семинарию православно-обновленческую, реформаторскую! И потому, как и нам, православным, нужно быть христианами евангельской, библейской веры, как и всем христианам разных конфессий, динаминаций, действительно, нам быть необходимо, просто жизненно важно, быть христианами библейской, евангельской, живой, Божьей веры! Не просто абы какой, не просто абы, значит, знаете ли, нашей какой-то собственной, нет, а Божьей веры! Это очень важно! Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья! И, конечно же, я, как епископ, я возлагаю особую надежду на эту семинарию! Почему? Потому что необходимы кадры реформации, кадры, знаете ли, вот этого возрождения, воскресения церкви православной! Потому как ещё в 2003 году откровения, я им делюсь с превеликим удовольствием, с тех пор в разных собраниях, и в наших церквях, и в гостях, будучи в разных собраниях, что Господь, Он есть воскресение и жизнь, и Он действительно воскресит православие, Он не хочет, чтобы люди погибали, Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, в том числе и православные христиане, чтобы действительно были настоящими христианами, как и протестантские, так и католические, разные другие христиане, неконфессиональные, чтобы мы все были действительно от Иисуса Христа христианами, христовыми христианами, Слава Богу, это очень важно, евангельскими, библейскими верующими. Слава Богу, и в эти дни, конечно, таких потрясений и, конечно, очень непростая ситуация в Украине, идет война, уже не первый год, льется кровь, знаете ли, и действительно тяжело в разных отношениях, экономически, конечно, и политически, знаете ли, и религиозные ситуации непростые, но среди этого, казалось бы, этих проблем, кризисов и хаоса, Господь дал великое чудо, свободу совести, дал великое чудо, свободу проповеди евангельской здесь в Украине, и вот такое духовное пробуждение, которое уже продолжается не первый год, как говорится, слава Богу, и с каждым годом набирает все больше и больше обороты. И как реформаторы, конечно, молюсь о том, чтобы действительно мертвые воскресали, больные исцелялись, прокаженно очищались, чтобы действительно Евангелие Царства по этой земле распространялось. Слава Богу! Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, во имя Господня, благословляю всех, благословляю Украину, благословляю Киев, благословляю всех вас, во имя Господня. И кто будет завтра в других собраниях каких-то на ваших богослужениях, то молитесь о нас, молитесь я, потому что приветствую всех братьев и сестер, кто подключился, вижу Недзельский Александр, витаю всех святых в городе Льва, Иисуса Христа, Мисто Лева. Слава Богу! Так что надеюсь, что вскоре буду и во Львове также, и в других городах, потому что планирую в течение вот этого месяца, лютого такого, знаете ли, посетить разные города Украины в течение февраля и начала марта месяца. Пусть Бог благословит всех вас, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской, православной церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Мир всем вам! Слава Богу! Иисусу слава!